Я просто сейчас в это утро хочу взять это время, поговорить о этой теме, которую мы имеем во время этой конференции, о крови и о силе креста. Гугл говорит, что 7% твоего тела, вес твоего тела, это состоит из крови. И также, если у тебя 1,2 млн комаров укусит из твоего тела, в то же самое время, они выпьют всю кровь твою из твоего тела. Молитесь, чтобы это не случилось с вами. Кровь — это очень важная вещь нашей части. Без нее наше тело не может функционировать. Без крови, то физическое тело не может нормально функционировать. Кровь имеет много функций в теле. Например, одна из первых функций в теле — это, что она собирает углокислый газ, аммонию и другой мусор и отходы из тела. Оно переносит питание для нашей тела и также гормоны для нашего тела. У некоторых, у кого дисбаланс гормонов, вы просто подождите, и оно все уйдет. Кровь также носит кислород для тела. Кровь также в вашем теле, чтобы сдерживать баланс в жидкостях. Кровь в твоем теле имеет функцию также бороться с микроорганизмами, которые приходят и атакуют твое тело. Без твоей крови твое тело не имеет жизни. Оно будет иметь кости, будет иметь структуру, будет иметь все видимо, но не будет иметь жизнь. Поэтому Бог говорит, что жизнь — это в крови. Не написано, что жизнь — в коже. Не написано, что жизнь — в мозгах. Не написано, что жизнь — в мышцах. Не написано, что жизнь — в твоих костях. Написано, что жизнь — в крови. Поэтому, если ты уберешь кровь, у тебя будет все равно тело. Но тело не может функционировать без крови. Если наше физическое тело не имеет кровь, тело Иисуса Христа, которое является церковь, она не может функционировать без крови Иисуса Христа. Мы можем 아직 иметь структуру, мы можем 아직 иметь принципы, мы можем 아직 иметь организацию, мы можем 아직 иметь управление, и мы можем 아직 иметь хорошие морали. Но у нас будет хорошая семья, но то, что будет пропущено нами, это будет пропущено жизни. Потому что жизнь не приходит от организации. Жизнь приходит от жизни. И если вы укрепите кровь из тела, но это будет труп, но это не будет тела. Самое главное в теле Христа 21 века, это то же самое, то, что было важно для первой церкви, это кровь Иисуса Христа. Поэтому Павел сказал, что я не стесняюсь Евангелия, потому что это сила ко спасению. Если у вас есть Библия, пойдемте в Ветхий Завет. Это история, которая произошла в Иерихоне, когда израильтяне пришли, чтобы захватить Иерихон. Они сказали, Рав, мы будем свободны от крови Твоей, крови Твоей семьи, потому что Ты пообещала нам, что Ты сохранишь нас. И тогда мы сохраним Тебя и Твою семью, и Дом Твоего Отца, и Твоих братьев. Давайте скажем молитву. Господь Иисус, говорите вслух, Господь Иисус, открой мое сердце к Твоему Слову. Господь Иисус, открой мое сердце Твоему Духу. И Господь Иисус, открой мое сердце к Твоей вере. Если вы записываете, то тема моей проповеди будет «Кровь Иисуса Христа». Кровь много раз употреблялась в Ветхом Завете, где-то 43 раза в Новом Завете. И это была очень важная часть в Ветхом Завете, и также она фигурирует в Новом Завете. И также я хочу сказать, что демоны, которые по крови, это я встречал в своем служении, самое трудное, которое вы можете только изгнать. Одна сестра, она заключила Кровный Завет с дьяволом, и ей было очень трудно получить освобождение. У нас было шесть человек, которые молились за нее. Они были сильные, и они не могли удержать ее. И просто очень трудно было удержать. И это была очень трудная борьба, чтобы выгнать такого духа, который пришел через кровь. Поэтому кровь – это очень, очень важный момент, не только в христианстве и в Царстве Божьем, но также и между демонами. И мы читаем в истории, и то, что мы слышали с детства, из воскресной школы. Когда израильтяне переходили через Ерихон, а три колена остались, а остальные перешли вперед, чтобы воевать. И когда нужно было послать солидатаев, то послали только двоих. И дальше написано, что они пошли в Ерихон и нашли женщину, которая была Рааф, и которая не была воином, но она была будницей. Скорее всего, исторические факты говорят, что она была храмовой проституткой, не та проститутка, которая была... просто встречалась с мужчинами, но та, которая была в храме, и она мужчин переводила в язычество. А они, возможно, приходили из других стран, которые слышали о Боге, никогда не верили в Бога, но она была той женщиной, которая верила в Бога. И они начинали с ней говорить. И потом служители узнали, что люди в городе узнали, что она, Рааф-блудница, она прячет с оклядатаем в своем доме, и они послали FBI, они послали службы для того, чтобы найти их. И если вы читаете дальше, то был другой человек, Эйкон, который был в Ерихоне, и он потом погиб. Это вы знаете, в жизни неважно, может быть, вы красивая, может быть, у вас машина, может быть, это у вас дом, и я хочу вам сказать, что, возможно, вы думаете, это изменит ваше будущее. Но это не то, что изменит вашу жизнь. Но то, что вы прячете в себе, это то, что изменит вашу жизнь. Хорошие вещи или плохие вещи. Скажите Аминь. Поверни соседу, скажи ей, что ты прячешь? Не показывайте только. Значит, мы видим в этом месте Писания, что она уже хотела их отпустить, и они пообещали ей. И поначалу это хорошее обещание. И вы всегда обещаете, что им человеку, который вам побог. В Библии это называется... Красную ленту она повесила в знак того, что она их спасет. И они сказали, что если эта красная лента будет висеть из твоего окна, то мы спасем тебя и твой дом. Но если этого не произойдет, то мы не ответственны больше. И потом они пришли и сказали все Иисусу Навин, Иисус Навин все рассказал Моисею, и они были готовы взять Иерихону. У них не было никакого плана, как разрушить стены Иерихона, но они пообещали, что их семья Раав будет спасена. Да, они даже ни разу пальцем не тронули эту стену. Они знали, что это будет Господь, который будет использовать свой палец, чтобы тронуть стену, и она упадет. Но они пообещали ей, что мы тебя спасем. Если бы я был на ее месте, я бы спросил, как это они ее спасут. Вы знаете, что если Бог своим пальцем тронет стену, то никто же не спасет. И как это вы объясните Богу, чтобы Он разрушил всю стену, но не тронул мою квартиру, потому что Библия говорит, что ее квартира находилась прямо в стене, не снаружи, не внутри. И они, наверное, подумали, «О, мы скажем тогда Богу твой адрес». Но я думаю, на самом деле, пророчески они говорили, они не знали, что будет происходить, как будет дальше. Но это было знамением для нас. Потому что если Он... Бог, потому что Бог Сам разрушит этот город. И это говорит о том, что кровь Иисуса Христа, она как эта красная лента, защищает нас. Она спасает нас. Запишите, если вы пишете. Кровь Иисуса Христа сохраняет нас от проклятия. Некоторые спрашивают, о чем мы спасены, и одни думают, что мы спасены от смерти, или от болезни, или от проклятия. И все эти ответы правильные. Но настоящее спасение, когда ты и я, мы спасены самим Богом от Бога. Возможно, это звучит странно. Почему бы Бог захотел спасти нас от Себя самого? Он что, играет в плохого полицейского? Или он просто не знает, что он хочет. Он хочет любить, или он хочет быть святым? Но Библия говорит, что мы спасены от гнева Божьего. Мы смотрим Ветхий Завет, и мы видим, что Божий Святый Ценнон настолько велика, никто не может приблизиться к Нему. И когда мы смотрим Новый Завет, мы видим, что любовь Бога, она велика. Разве в Ветхом Завете кто-то мог спастись? Потому что в Ветхом Завете Он был очень строгий. И в Новом Завете мы видим, Он изменил Своё сердце. Бог теперь спасает в Новом Завете. И кровь Иисуса Христа, она не изменила Бога. Иногда у нас такое чувство, что в Ветхом Завете Бог такой гневный, Он изливается в гнев. А в Новом Завете мы видим, что Иисус, Он играется с детьми, Он всех благословляет, и Он действительно благой, и Он такой добрый, такой мягкий. И в Ветхом Завете Бог, Он чрезмерно гневный, и в Новом Завете Он прямо чересчур всех любит. И нам кажется, что крест Иисуса Христа это все изменил на самом деле. Крест ничего не изменил, Он просто показал Бога. Потому что, если бы Бог не был святым, то не нужен был бы крест. Но если бы Бог не был любовью, Он никогда бы не послал Христа на крест. Крест, он говорит о том, что вертикальная черта говорит о Божьей святости, и связь с Богом и горизонтальная черта говорит о том, что Господь дает жертву и принимает нас, когда мы приходим через Его жертву. Когда Господь спас Нуэ от потопа, и вы знаете, там не было там не было дьявола, Бог не сказал, но и прятать, делать ковчег, чтобы спрятаться от дьявола. И нет, это Бог взял по своей святости. У нас есть проблемы с Богом, только когда мы грешим, потому что Он свят. Я должен быть святой, не прямо сейчас, не завтра, не тогда, когда я встречусь с Богом, я умру, всегда. И вот поэтому мы говорим, что мы соединяемся с ангелами и поем «Святый, святый, святый». Но если вы совершаете грех, и вы смотрите в Библию, то вы видите, что, о, это большая проблема, потому что Бог, Он изливает свой гнев на тех, кто грешит. Но Божья любовь и Божья святость идут вместе. Бог послал. Бог спас Ноя от его гнева на землю. Не от дьявола. Да, спасение, оно спасает нас от дьявола и от темноты, но также спасение спасает нас от гнева Божьего. Когда вы грешите, ваша проблема не дьявол, это самая последняя ваша проблема. Ваша проблема Бог, потому что Он свят. Когда вы уходите от Бога, вы не думаете о дьяволе. и вы думаете о том, что... а вы уходите далеко от Бога, вы не святы, и вы не можете прийти к Нему. И вы думаете о том, что вы не можете прийти к Богу, потому что Он не может принять вас вместе с вашим грехом, потому что он свят, он не может нарушить свое святость, чтобы принять вас вместе с вашим грехом. Даже Христос, он посмотрел на небо, и он сказал, Господь, почему-то оставил меня. Потому что в тот момент Бог не мог принять Христа, когда он был на кресте. Винский рех мира был на нем, и он не мог принять его, потому что он являлся грехом, потому что Бог не может нарушить свою святость. Но он принял жертву. Бог никогда не будет не святой. Но Он всегда есть любовь. Но Его любовь никогда-никогда не отменит Его святость. Когда Бог перестанет быть святым, в этот момент вы перестанете Ему верить, вы перестанете Его прославлять, и Он перестанет быть Богом. Даже когда Сын Его висел на кресте, Он все равно не перестал быть Богом, Он не отрекся от своей святости. И спасение от Него, оно спасает нас от Него Божьего. И они пообещали этой женщине, что если красная лента будет висеть из ее окна, то она будет спасена. Я не знал точно, что они обещали Ней. Но каким-то образом им было пророческое понимание того, что Бог Своим перестанет разрушит стену Ерихона. Но ее квартира будет, ее дом будет спасен в стене Ерихона, в Ерихоне. И Бог будет идти вокруг этой стены и разрушать все Своим перестанет, когда Он увидит эту красную ленту, Он остановится. Не потому, что у них было написано, не потому, что крест был на двери, или были написаны какие-то еврейские... приложения или какие-то еврейские слова из Библии на двери, но потому, что висела вот эта лента, которая обозначала кровь Христа. Мы не спасаемся, потому, что мы не грешим, потому, что мы все грешим. Но потому, что Господь видит кровь, которую мы приняли. И эта красная лента обозначала кровь Иисуса Христа. В шестнадцатом столетии был царь Филипп Второй, который жил в Норвегии, и те люди, которые не подклонялись, не подчинялись его правилам, он отправлял солдат, и они разрушали любое восстание в этом городе. Он посылал своих солдат в каждый дом, и он вызывал всю семью перед домом. И он убивал этих людей, и кровь этих людей, она оставалась на дверях этого дома, и на крыльце этого дома. И люди не подходили к этому дому, потому, что они видели, что кровь на этом доме, и там были убитые люди, и этот дом был за домом, дом за домом. И все тогда люди знали, что царь Филипп Второй, он не царь, ему нужно сушиться, и нельзя противоречить его законам. И соседи, они видели вот эти дома, где кровь была на крыльце и на дверях, и они понимали, что это люди были убиты, и они думали, мы следующие, и мы не избежим этого наказания, если мы не будем послушны. И никто не может устоять против Филиппа. И он нашел козла, и он убил этого козла, и прямо перед своим домом, и всю эту кровь он оставил на крыльце, и также затащил его внутрь, и закрыл дверь. И когда офицеры пришли, капитаны пришли, и они увидели, что свежая кровь там, и тогда он повернулся и сказал солдатам, я думаю, что, наверное, кто-то из наших уже был здесь, и они убили эту семью, и они пропустили этот дом, и не тронули эту семью. Это то, что произошло с тобой и с нами. Ни один грех перед Богом он не забыт. Бог не вытирает все салфеткой. Потому что если Бог забудет, то это будет против Его святости. Если Он просто забудет и вытрет этот грех, и никто за это не заплатит, то тогда Бог противоречит Своей святости. Никто не может так поступить. Только кровь Иисуса Христа, она удовлетворила гнев Божий. И тогда гнев Божий прошел мимо нашего дома, и Он сказал, кто-то уже умер за них, я не трону. Кровь Иисуса спасает нас от гнева Божьего. Ты спасен от гнева Божьего через кровь Иисуса. Если кто-то из вас сегодня, и вы не спасены, и, возможно, друг вас пригласил, или вы просто пришли, или кто-то вас затащил, или вы пришли без причины, или вам понравился парень или девчонка, то я хочу вам сказать сегодня, что Бог святой Бог, и Он судит за грех. И будет время, когда Он свой перст покажет, укажет на твою жизнь, и все в твоей жизни будет открыто. И каждый грех будет открыт. И ты тогда узнаешь, что грех делает в твоих отношениях между тобой и Богом. Грех будет наказан Богом. Посмотри «Пашина в Тихо» в фильм, и ты увидишь, что грех делает. И только тогда, Бог смотрит на тебя. И Он не будет только видеть твои 죄ны, Он будет видеть его 죄ны, только тогда Он покрывает твой грех, и ты спасен. И Он говорит, что твои грехи покрыты кровью Иисуса Христа. И последнее, что я хочу, чтобы вы увидели из этой истории, эта красная лента не только спасла ее от гнева Божьего, она также спасла ее от гибели Ерихона. После того, как Бог своим перстом коснулся стены, они упали. И ее дом, он стоял там. И она была посредине дома своего. И эта красная лента была для саглядатов, чтобы они могли найти, где это дом. Не только для того, чтобы она была спасена, а была эта красная лента. И так же, чтобы саглядаты видели, где она находится, чтобы они могли найти ее, вытащить ее оттуда и сказать, теперь ты живешь с нами. Не то, чтобы сказать ей, о, женщина, Бог спас тебя, иди с своими делами занимайся, мы ничего и ничего общего не имеем с тобой. Вот тебе вода, вот тебе печенье, иди давай, и больше не возвращайся к нам. Нет, это не то, что собереты сделали. Они взяли ее и сказали, «Ты идешь с нами». И мы видим с самого начала, она жила за станом. И мы понимаем, почему она была проституткой всю жизнь. Вы бы не хотели, чтобы такой человек жил в вашем доме. И она не придет в синагогу скоро. Она жила за станом, и они... И они думали, «Не знаю, может быть, тебе надо выйти замуж». И это понятно, она жила за станом поначалу. И потом мы видим, что она жила уже вместе с Израилем, а она встретила мужа, который был, один из саглятатов, который ходил вверху. Это красная лента крови Иисуса Христа. У нее есть сила разбить наше прошлое. Она была проститутка. Она не делала это, потому что ее заставили это делать. Потому что это она, то, что она хотела, и это была ее вера, это была ее религия. Да, конечно, Бог сохранил ее, да, Бог явил ее есть. Но все равно это было внутри ее. И теперь этой женщине нужно посидеться среди народа, который прославляет Бога. Какое это изменение? Но это Бог, Он делает эту невидимую работу внутри. И это то, что происходило внутри, это годами, годами накапливало с ней. И Бог может сделать так, что эта женщина, которая настолько была падшая, стала настолько святостью, что она стала частью народа Божьего. Вы знаете, эта женщина, возможно, у нее не было бы никогда возможности выйти замуж, потому что из-за того, что она сделала. Но в Царстве Божьем все возможно. Бог изменил ее изнутри, и Он поднял ее с самого низа, и она имела возможность выйти замуж и иметь семью. Что это за сила? Это сила, которая может освободить пленных от плена. Я скажу вам. Они были не только 40 лет, выходили из Египта. Этот плен был в их сердцах очень долго, многие годы. Но Бог освобождает от плена из поколения в поколение, которое сохранялось в нас. Он может освободить нас. И Он может разбить силу греха в нашей жизни. Я помню, мы были на собрании в Африке, и были такие случаи, которые изменили мою жизнь. Был такой очень интересный случай. Был один человек, он был террористом, из террористической группы, которые более ста девчонок забрали в плен. И они были такие же, как Аль-Каида. И они все сумасшедшие. Они не только радикальные мусульмане, но они также занимаются оккультизмом. Они отправили пять человек для того, чтобы взорвать церковь. И эти пять человек, они не были христиане, никогда не были в церкви. Они их послали вместе с бомбой в церковь. Они делали это раньше. Они были в церкви раньше. И у них был успех. Они никогда свое дело не провалили. И когда они пришли в церковь, они сидели в ресторане возле церкви, ждали, когда люди будут выходить, чтобы кидать бомбы для того, чтобы попадать прямо в людей. И это служение, оно переводилось так же, как оно переводилось в других церквях, на другой языке. И они сидели, смотрели, думали, да, вот эту церковь мы сейчас взорвем. И вдруг, когда пастор начал обращаться к людям, то четверо из них стали трястись. Они не были религиозные люди, они занимались оккультизмом, и все равно было для того, что люди пропали до церкви. Но пастор начал молиться, они стали трястись, и они стали говорить что-то странное. И один сказал, нам надо убежать быстрее, чем что-то хуже. И один человек сказал, вы знаете, вы знаете, у меня так много проклятий, и все вот эти бомбы вокруг меня. И он не смог бросить бомбы в эту церковь, хотя раньше у них не было проблем с тем, чтобы бросать бомбы. И он просто бросил свои бомбы на пол, и люди из церкви, они взяли его, принесли, и привели его прямо в собрание, не зная даже, что он был террорист. И они привели его к пастору, и пастор сказал, как тебя зовут? И он сказал, я из такой и такой организации, где мне это странно. И когда он только сказал название этой банды, я думал, что все заберут свои стулья и убегут. Но пастор сказал, а что ты делаешь здесь? И он сказал, я пришел для того, чтобы сделать это и это, чтобы взорвать церковь. Но вот что произошло со мной, я бросил свои бомбы и пришел сюда. Потому что что-то происходит со мной, что-то неправильно со мной, я не знаю, что со мной происходит, помогите мне. Пастор сказал, хорошо, мы поможем тебе. И они начали молиться, демоны стали выходить. Я был где-то три фита от него. И я думал, ну, это, наверное, тот, который сделал нам сентябрь 11. И теперь он в церкви. Хотя бы он в церкви. 40 минут помолились. 30 минут. И он упал на пол. Он делал там все невозможные вещи. Да я был настолько близко к нему, я видела его до молитвы и после. Когда он встал, он был освобожден. Он абсолютно изменился. Слезы капали из его глаз. И он встал на колени и сказал, пастор, я принимаю Иисуса. И я думал про себя, это террорист. Это не просто кто-то там курит травку или что-то там ворует. Эти люди, я думал, они никогда не спасаются. Для них нет даже надежды на спасение. В моем разуме я даже не мог понять это. Разве кровь может омыть таких людей? Но кровь Иисуса, она идет прямо внутрь и вытягивает все, что внутри у них от дьявола, потому что есть сила в крови Иисуса. И когда я был там, мой разум, он боролся со мной. Я говорил, Бог, ты не можешь сделать это для него, ты не можешь его простить. Пошли его в тюрьму, дай ему наказание, но ты не можешь спасти его. Он не должен быть спасен. Но тогда я вспомнил, и я напомнил сам себе, что часто мы забываем о том, что мы однажды были спасены, и это только кровь Христа, которая могла спасти нас. Только кровь, которая освободила нас. Я вспомнил, когда мне было 19, и когда я был в плену, и я не знаю, откуда плен этот взялся, но я ругался и матерился. На меня какой-то матершинный дух сошел. Я не знаю, как это объяснять. Я просто матерился, матерился и матерился. День и ночь. Я просто ходил на улице, и никого не было со мной. Просто матерился. Я не мог остановиться. Я даже молился, Господь, я не знаю, что это такое. Я христианин, я вернулся. Свободи меня от этого. И я дисциплинил, и я понял, что это очень плохо, но я не могу остановиться. Я реализировал сам себя. Я понимал, что я большой проблемой не мог остановиться. Я не знаю, как это произошло, но когда я был в этом возрасте, я был молод, я молился, я просил Господь, помоги мне. И та же самая кровь, которая освободила этого террориста, и которая спасла эту проституту, освободила меня от этого духа сквернословия. И теперь я проповедую Евангелие. Иисуса Христа. Закричите, есть сила в крови. Есть сила в крови. Возможно, сегодня вы не Рааб, который... Возможно, сегодня вы как Рааб, который живет в Иерихоне. Возможно, вы как Эйка, который вышел из Иерихона. Возможно, вы просто тот гражданин, который живет внутри Иерихона. Вы в плену. И все равно, как бы вы не относились к Иерихону, живете вы внутри, внутри его или снаружи, вы все равно служите Иерихону. Но я хочу сказать, что все люди могут быть освобождены кровью Иисуса Христа. Твоей силы и воли недостаточно. Все твои хорошие способности, все, что ты только можешь, этого недостаточно. В Библии написано, что они победили его кровью Иисуса Христа и словом свидетельства своего. Есть сила в крови Иисуса. Она может освободить тебя от порнографии. Может освободить тебя от сексуальных желаний, от проклятий, которые делали твои родители, мама или папа. Как только ты соединяешься с чистой кровью, то ты освобождаешься. Я хочу вас поощрить, чтобы вы пришли в это изменение, чтобы вы... что вы, когда вы входите в Царство Божие, вы понимаете, что вам надо измениться, что вам нужны новые друзья, вы должны говорить по-другому, вы должны измениться. И посмотрим, насколько вас хватит. Возможно, вы думаете, о, кровь, кровь, я знаю, я все это слышал уже. Да, люди, они будут говорить, да, люди будут говорить такое про вас, о, мы это все слышали, мы уже все знаем, но у вас должна быть эта смелость. И вы должны понимать, что только кровь, она может освободить вас. И вы должны понимать, что только кровь, она поможет вам пройти то, что вы должны пройти. Потому что есть сила в крови. Потому что есть сила в кресте. Это не говорится о том, что ты можешь сделать, но это говорит о том, что Господь может сделать через кровь Иисуса Христа. Скажи, Аминь. первое кровь освобождает нас от гнева божьего мы видим что кровь освобождает нас от проклятия ерихона я хочу сказать еще что то это нам будем молиться что кровь она соединяет нас со христом кровь соединяет нас с иисусом что мы видим из истории раф ура в конце концов была хорошая семья это большое свидетельство для нас потому что женщина с таким прошлым и жила даже в таком месте где где не было благодати для таких людей как она благодать это было вообще не 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 известная тема для тех людей и она вошла в народ в народ божий и каким-то чудесным образом бог не только изменил ее прошло но он дал ей семью и детей и и не только это но она вошла в родословие а вида и и и давида и в конце концов иисуса христа это говорит о том что насколько кровь может взять любого человека у которого плохая репутация самым ужасным и не только сохранить этого человека от падения обратно в грех но дать ей семью детей и дать ей будущее есть некоторые из вас сегодня возможно ваше прошлое это не то о чем вы хотите выговорить и возможно за вашего будущего вы не надеетесь ни на что лучше в вашей жизни это правда но если не было крови но из-за того что есть кровь поднимите ваши ожидания независимо от независимости от того что вы сделали в прошлом но зависимости от того какую надежды он дает вам но из-за крови ее жизнь была изменена и бог дал ей семью я хочу вам что у вас тоже будет семья возможно вы вы были из-за алкоголиков или занимались наркотиками или чем угодно но если ты принесешь кровь иисуса то она сделает такие изменения в твоей жизни что твоя жизнь будет немного другой чем она была вчера ты перейдешь от нуля к ты перейдешь от ничего и станешь божьим героем потому что все возможно через кровь иисуса кто-нибудь say praise be to god кто-нибудь скажите слава богу скажите есть сила в крови кровь конец а соединяет нас иисусом араф не только была пра-пра-пра дочкой давида правнучкой давида скип айбр хэм пикат дэс юриды не пикенту релайзи дэни олдэйс мэн гейбб тючёвр а и также авраам написано что он был один из тех кто поверил богу там написано что он родил детей странно ветхом завете мужчина рожали детей и не сида на роман и датбат бикказ огофей гадулинг с но для равза из-за ее и из-за ее веры из-за того что она приняла эту кровь она была соединена с иисусом начало пути твоих отношений с богом с иисусом это через кровь ты не можешь общаться с ним если ты не принимаешь его кровь история который хочу сказать о молодом человеке его звали захей он был написано что он был низкого роста он был родился таким он был всегда маленького роста и он никогда не вырос я не хочу не обидеть тех людей которые низкого роста потому что мы никого не обижаем но о чем эта история говорит нам что мы все недостаточного роста для того чтобы войти в славу божью поверни соседу и скажи ты недостаточно высокий чтобы войти в славу божью я не против тех людей которые не очень высокого роста моя жена не очень высокого роста и просто это место из библии оно говорит нам что не только он у него была проблема он был невысокого роста и не мог видеть иисуса это и наша проблема мы недостаточно высоки для того чтобы видеть иисуса и если ты вот такого роста то ты не видишь что другие люди видят из-за того что он был в таком положении он не мог видеть иисуса когда ты молишься в твоей тайной комнате когда ты общаешься с иисусом ты будешь чувствовать много-много раз что ты невысокого роста ты хочешь видеть бога ты хочешь его чувствовать ты хочешь общаться с духом святым и много раз ты будешь расстраиваться потому что ты будешь думать ой сегодня наверное ничего не получится сегодня я невысокого роста я не могу войти слава божью и может быть ты думаешь вот иисус наверно сильно высокий для таких людей как я и может быть иисус не для меня вообще но там написано что закеи нашел дерево он залез на дерево чтобы видеть иисуса лучше и в моей библии когда я читаю я понимаю что закеи он никогда бы не увидел христа даже если бы он залез на дерево потому что там написано что когда иисус проходил мимо он увидел закеи который увидел иисуса но иисус проходил как раз мимо того дерева он просмотрел и он увидел закеи бог сказал иисусу посмотреть на дерево и тогда иисус увидел закеи вы знаете сколько раз я залазил на такое дерево в моих отношениях с богом я знаю это место которое закеи нашел и я тоже и я тоже был на этом месте залазил наверх чтобы лучше видеть иисуса где он проходит и иногда мне нужно лезть на это дерево и держаться за это дерево и понимать что крест Иисуса Христа и его кровь это только все что я имею и даже все что против меня мне все равно я буду держаться за это дерево чтобы лучше видеть иисуса и как только вы держите за это дерево Дух Святой касается вас и вам нужны эти отношения с богом в любом состоянии в вашей жизни даже когда у вас хорошее образование даже когда вы много достигли в жизни и чувствуете себя хорошо все равно будете чувствовать так как будто вы недостаточного роста чтобы войти в вашей присутствии и тогда вам нужно залезть на это дерево там для того чтобы для того чтобы Иисус когда проходя мимо мог увидеть вас и лучшая часть не то что он увидел лучшая часть когда он посмотрел на него и сказал назвал по имени наше наше имя это самое лучшее самое сладкое слово во всем нашем языке для нас Бог называл человека по имени тогда когда они проходили через трудности и вы знаете что он делал он работал на римскую армию и воровал деньги у израильтян для того чтобы стать богатым но Христос обратился к нему и сказал Закея Закей он думал про себя я хотел видеть Иисуса но он никогда не знал что он знает мое имя это говорит нам о том что мы должны знать бога когда мы залазим в это дерево у тебя не за что больше держаться только только за это дерево которое представляет из себя крест Христа и тогда ты понимаешь что если ты держишься за крест значит бог знает это по имени не то что тебя церковь знает не то что ты знаешь себя сам не то что ты думаешь что ты будешь в будущем не то что ты обещал что ты будешь когда-то и но бог знает тебя по имени он говорит Закей и самое главное Иисус сказал не только назвал его по имени но он сказал я иду в твой дом пойдем в твой дом и Библия говорит когда они пошли в дом и они пришли внутрь и они стали обедать и теперь они вместе он не только человек который видел Иисуса что и залез на дерево ради этого но они имеют общение друг с другом и он сказал каждому кого я обидел обокрал я верну деньги назад и я половину своего моему имени отдам нищим и Иисус стал и он сказал сегодня спасение пришло в этот дом твои отношения с Иисусом они начинаются в крови Иисуса если они начинаются там то ты изменишься это не проповедник который скажет тебе что делать это не изменит ничего это не новогоднее обещание которое ты обещаешь но это его присутствие которое настолько великое и прекрасное которое изменит тебя вот поэтому мы видим Иисус сказал своим ученикам только следуйте за мной он не сказал им так положите не следите или сделайте то и другое он только сказал следуйте за мной и они сразу так обрадовались что стали и следовали за ним потому что они поняли сразу поняли ты не можешь идти за Христом и тащить сети с собой но проблема у нас с тем что мы хотим следовать за Иисусом и до сих пор тащить за собой свои сети потому что у нас нет этого стремления чтобы следовать за Тим потому что у нас нет этого стремления чтобы следовать за Тим тогда ты поймешь все, что мешает тебе. Я не буду тебе говорить, что тебе нужно оставить, что мешает тебе. Ты сам мне скажешь, что вот это мешает мне, и ты оставишь то, что тебе не нужно. Потому что ты не можешь пребывать в его присутствии до тех пор, пока ты не решишь все эти вопросы твои. Ты должен все это оставить. Потому что его присутствие настолько наполнено любовью и благодатью, что у тебя будет способность делать все, что только Господь скажет тебе сделать. Кровь Иисуса Христа освобождает меня от гнева Божьего. Она спасает меня от проклятия Иерихона. И кровь Иисуса, она соединяет меня в общении со Христом. И тогда я могу жить полной жизнью, каждый день. Возможно, вы себя не чувствуете так, когда вы молитесь. Я не сказал это третий пункт, только потому, что нужно сказать третий пункт. Но это мой секрет. И Иезакея, он подтвердил это. И много раз я это сам чувствовал, это подтверждение в моих молитвах. Когда я чувствую сожалению совести, что я сделал не так и сделал не то, тогда я понимаю, что мне нужно опять зайти на этот крест. Иногда это занимает меня 50 минут, иногда 20 минут, иногда меньше, но я вдруг чувствую, что сладкое Божье присутствие приходит. И тогда ты понимаешь, что здесь тебе нужно прости, здесь тебе нужно извиниться, здесь тебе нужно что-то сделать. И ты не мог этого сделать раньше, но через кровь Иисуса Христа ты понимаешь, что у тебя есть сила сделать то, что Господь говорит тебе. Давайте встанем. Группа славления. Наклоните свои головы, закройте глаза. Я хочу попросить сначала людей, которые на этом собрании, но которые не приверились с Богом. Возможно, вы отошли от Бога. Сейчас уберите свои телефоны, закройте глаза, не смотрите на меня. Возможно, вы не следуете за Христом сегодня. Я хочу вам сказать, что вечности мы недалеко, вечности находит с вами каждый день. Я хочу сказать, что спасение, оно очень важно. Это не то, что мы что-то здесь придумаем. Иисус сделал все для того, чтобы ты получил спасение. И сегодня ты должен принять это спасение. Кнев Божий, он только удовлетворяется жертвой, которую Христос принес. Или, возможно, вы не служите Христу и никогда вообще не служили. Я вчера встретил человека, которому было 14 лет. Он пытался уже два раза покончить через убийство. Он даже никогда не слышал о Христе. И у меня было великое привилегие в моей жизни рассказать о Христос. Сегодня это ваше великое привилегие на этой конференции. Начать ваше вождение с Богом с этого момента. Если вы хотите сказать, что я хочу быть спасен, я хочу начать свои отношения с Богом, поднимите руку. Никто не смотрит все, закройте свои глаза. Если вы отошли, вы были с Богом, но вы отошли, и сегодня вы хотите сказать, я хочу опять свою жизнь отдать Христу, поднимите руку. Еще кто-нибудь. Сегодня это ваш день, день спасения. Суббота утром – это тот день, когда кровь Иисуса Христа изменит вашу жизнь. И сегодня кровь Иисуса, она имеет силу, чтобы разрушить проклятие в вашей жизни, и чтобы освободить вас от неба Божьего. Я хочу, чтобы те, кто подняли руки, вышли вперед. И мы будем молиться за вас. Дух Святой, я прошу тебя сейчас, чтобы ты коснулся каждого человека, который слышал эти слова, сегодня утром. Я молюсь, чтобы ты не произвел свои изменения в сердце. Чтобы они были очищены в их сердцах, во Иисусе. Я не говорю о том, чтобы сейчас вышли в те люди, которые есть отношение с Богом, но вы хотите какое-то освежение или помазание Духу Святой. Я сейчас говорю о тех, которым нужно спасение. и мы будем еще ждать, чтобы кто-то подошел. Самое великое чудо это не исцеление от рака, это исцеление вашей души. И все остальные чудеса, они только подтверждают это самое великое чудо нашего спасения. Я благодарю Тебя за то, что сегодня есть сила в Твоей крови, чтобы коснуться этих людей и их сменить. Я благодарю Тебя за то, что Твоей жертвы достаточно. во имя Иисуса. Давайте сейчас будем молиться. И мы попросим пастора молиться. Те, которые вышли, я хочу, чтобы вы посмотрели на меня. Через минуту я проведу вас в простой молитве. Вы должны верить, что жертвы Иисуса Христа достаточно, и Он освободит вас от всякого греха. Написано, что если мы будем веровать сердцем, исповедовать уставы, то будем спасены. Его спасение – это дар. Но изменения в вашем сердце не произойдут сегодня или завтра. Это то, что происходит каждый день в вашей жизни. Я хочу, чтобы вы стояли, где вы стоите и повторили простую молитву. Скажите, Господь Иисус, я благодарю Тебя за то, что Ты умер на кресте, за все мои грехи. Я понимаю, я грешник. Я нуждаюсь в Твоей милости. Я нуждаюсь в Твоем прощении. Прости меня за все мои грехи и омой меня своей пречистой кровью. Дай мне новое сердце и наполни его Духом Святым. И прямо сейчас я принимаю Твое прощение. И я провозглашаю, что я прощен во имя Иисуса. Аминь. Я хочу, чтобы церковь просверли свои руки и молились, и чтобы все служители и пасторы вышли и молились за эти руки. И вы, которые стоите впереди, принимайте эти молитвы. Давайте еще несколько минут будем молиться за них, чтобы Господь, Он совершил эту работу в их сердцах. И Дух Святой, Он начнет двигаться.